Статистика верно подмечает, что во все времена ограбление банка было не столь частым явлением, как ограбление банком. Почти 19 тысяч жалоб на банки поступило в Роспотребнадзор в 2014 году. Это на 52% больше, чем годом ранее. Ведомство зафиксировало 5575 нарушений, это на 68% больше, чем в 2013 году. В суд направлено 234 иска о защите прав потребителей финансовых услуг. Также Роспотребнадзор получил 8378 жалоб на страховые компании, что на 29% больше, чем годом ранее. В прошлом году служба провела 1606 проверок, в том числе 1137 мероприятий по надзору за соблюдением защиты прав потребителей в кредитных организациях. Валютные ипотечники пошли в суды. По данным системы судебного делопроизводства, уже зарегистрировано 904 иска против правительства и Центробанка с требованием признать незаконным их бездействие, выразившиеся в отсутствии защиты и обеспечения устойчивости рубля в рамках единой государственной финансовой и кредитной и денежной политики, и обязать устранить допущенное нарушение прав и свобод. Заявители ссылаются на Конституцию ст. 75 и закон о Центральном банке ст. 3.34.1, в которой указано, что основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. Граждане требуют от суда обязать устранить допущенные нарушения прав и свобод путем возврата к механизму денежной курсовой политики с границами операционного интервала бивалютной корзины. Значительную часть истцов также требует от Центробанка компенсировать им убытки, которые были вызваны падением курса рубля. Ну, рано или поздно, но массовые заходы в суд должны были начаться. Российский фондовый рынок открылся в красной зоне. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1630 пунктов. В аутсайдерах – Башнефти, НМТП, РАДР «Русала», АФК «Система» и Аэрофлот. Среди лидеров РОСТ – НЛ «Россия», Полюс Золото, Преф и Транснефти и Акрон. К открытию торгов в России сложился резко негативный внешний фон. Американские и европейские площадки в понедельник закрылись разнонаправленно. По-прежнему на бирже Старого Света и Уолл-Стрит оказывает давление греческий вопрос, который, вероятнее всего, разрешится дефолтом Афин. Фондовые индексы Азии в минусе. Фьючерсные цены на нефть БРЕНД в пятницу незначительно снизились на фоне ожиданий подписаний на предстоящей неделе всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Курс доллара на 29 июня – 54,81 рубля, Курс евро – 61,40 рубля, Золото стоит 2069 рублей за грамм, Серебро стоит 27,90 рубля за грамм, Цена нефти марки БРЕНД – 62,15 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова